Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Как вы знаете, все последние месяцы мистер Диего говорил о том, что август это наш месяц. В августе закончится реструктуризация компании и возобновятся выплаты. И конечно все инвесторы и партнеры с нетерпением ждали, когда же эти обещания сбудутся. Сегодня у нас 27 августа, то есть до конца августа, стало всего 4 дня и мистер Диего Мартин опубликовал на своем канале официальное видеообращение. Давайте послушаем. Мои друзья, сегодня я вынужден вам сообщить не очень хорошие новости. Вчера мне позвонили из компании и сообщили, что реорганизация еще не закончена. Нам нужно больше времени. Я не знаю, сколько именно времени нужно, но придется подождать еще. Компания решает вопрос, как делать выплаты. Планируется открытие собственного банка. Проводится большая работа, чтобы компания стартовала снова. Рестарт квестра произойдет уже скоро. Я буду участвовать в этом в качестве СЕО. Возможно, я буду директором Леоноры. Я хочу попросить вас, мою команду, мою семью, еще немного терпения. Я знаю, что это тяжело. Это сложно. Потому что у вас много проблем. Многим нужны деньги. Я еще не работаю в компании. Я такой же, как и вы. Поэтому прошу проявить еще терпение. И скоро мы станем MLM-компанией номер один в мире. Я обещаю. Большое всем спасибо. Я вас всех люблю. Скоро увидимся. Браво, мистер Диего. Все последние месяцы вы заверяли инвесторов в том, что август это наш месяц. В августе реорганизация закончится. Выплаты возобновятся. Причем в некоторых сообщениях вы даже писали, что все произойдет быстрее, чем вы думаете. Я так понимаю, что своим видео мистер Диего хотел сообщить, что в августе никаких выплат уже ждать не стоит. Причем он даже новых сроков не назвал. Он не сказал сентябрь наш месяц или октябрь наш месяц. Да, просто неизвестная какая-то дата, когда реорганизация закончится. И по сути, ребята, ничего нового не произошло. Как до появления Диего, компания кормила инвесторов завтраками, постоянно переносила сроки. Вот-вот мы усиленно работаем над реструктуризацией. Вот как только закончится, так выплаты возобновятся. Появился Диего. Собрал вокруг себя группу в 15 тысяч человек. Наобещал с три короба, что в августе все запустится, все заработает. Успешно протянул время еще несколько месяцев. Но вот август подходит к концу. Сейчас продолжает тянуть время дальше. Чем, собственно, компания успешно занималась весь последний год. А насчет того, что компания планирует делать выводы, планирует создать собственный банк, да это все инвесторы еще от Рабала год назад слышали. По собственным планам господина Рабала, как видите, в течение 17-го и 18-го года, первые половины, должна полным ходом вестись работа по созданию банка. И уже к третьему кварталу 18-го года, то есть к июлю, банк должен быть полностью функционален. Вот она, синяя полоса. Все. Банк уже полностью функционирует. Те товарищи и умники, которые на конференциях или на кофе там вещают, что не надо слушать всяких негативчиков, надо слушать официальную информацию. Вот вам официальная информация, озвученная лично президентом Рабала на официальной конференции компании, что банк, начиная с июля месяца, уже работает. А что вы ноете, что вывода нет? Идите в банк и снимайте деньги. В чем проблема-то тогда? Напишите в комментариях, что, на ваш взгляд, будет происходить дальше. Какие новые сроки будет называть мистер Диего. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»